В прошлом сезоне трубники тяжело вкатывались в чемпионат, теряя очки на ровном месте. Но затем команда набрала ход и радовала болельщиков хорошей результативной игрой и яркими победами. В этом сезоне наши футболисты постараются избежать провального старта. Я думаю, что здесь льна уже вкатывается, мы уже, игрушка, коллектив сохранился, да, то есть все уже поиграли в прошлом году, ошибки прошлого года мы учтем, и думаю, что мы в этом году начнем сразу в бой. И не то, что там шашки на голову пленных не берем, но рассудительно, но уже будем стараться не наступать на те граблики, на которые мы наступили. В этом межсезонье вокруг северского трубника случился настоящий ажиотаж. Было множество желающих попасть в основную футбольную команду города. Тренерам пришлось проводить отбор достойных кандидатов. Несколько игр устроили, таких, ну, для отбора посмотрели игроков, ребята подошли, еще неплохие пару человек, вот все еще у нас в команде находятся на просмотре, то есть, ну, присматриваемся, смотрим, как вот, надеюсь, надо просто в боевых условиях всех посмотреть, поэтому хотелось бы уже начать чемпионат, и там уже будет видно. Главный плюс нынешнего северского трубника в том, что в межсезонье удалось сохранить прошлогодний состав. Сейчас цвета главной городской команды защищают только полевские футболисты, так называемых легионеров нет. Сохранились и опытные игроки, такие как Александр Шефенгут, Вадим Тимирбаев, Дмитрий Судаков, Радик Аслямов и Антон Горбунов. Они способны стать настоящими лидерами северского трубника и повести команду за собой. Главная задача сохранить их было, чтобы они у нас никуда не разбежали, здесь были при команде, ну, и достойный какой-то результат, не ниже восьмого места, я думаю, мы можем на это рассчитать. Думаю, на сезон цели самые высокие, других целей не может быть, наверное, потому что построили такую поляну, считайте, надо доказывать сейчас и все, занимать высокие места. На тренировках трубника различные упражнения на развитие мышления и быстроту реакции. Ну и, конечно же, то, что больше всего любят футболисты – упражнения с мячом. Есть в активе полевчаны так называемые домашние заготовки, которыми наши футболисты намерены ставить в тупик соперников. Жаль только, что зрители не смогут увидеть эти тактические изыски, поскольку пока матчи областного первенства решено проводить без болельщиков. Ну, настрой, думаю, такой, боевой, потому что многие ребята уже как бы занимаются и ждут этих игр, как бы сложность. Нет какой-то, ну, того настроения, потому что не знаешь, когда игра. Типа, если вот уже известно, когда игра, ты уже более подготовлен, относишься и к тренировкам, и сам понимаешь, что уже надо рвать и метать. Центральный полузащитник северского трубника Данил Киряков признается, что в самоизоляции, хоть и было тяжело поддерживать свою физическую форму, но команда с достоинством пережила все тяготы и лишения этого непростого времени. У кого-то есть, например, дворик, как у меня, я вот занимался во дворе у себя, а так на квартирах, в комнатках спокойненько тренируется, нормально. Но все равно команда не спорта дома. Ну, это да, но это такие вот меры, надо их исполнять. Считанные дни остаются до начала первенства Средловской области по футболу среди команд второй группы, в которой выступает Северский трубник. Изначально здесь заявилось 15 команд, но уже из-за финансовых проблем два коллектива снялось с розыгрыша, и пока не ясно, сколько в итоге команд будет соперничать во второй группе. Благо, у нашей команды есть гарант финансового благополучия. Это Северский трубный завод, благодаря поддержке которого Северский трубник не пропускает ни одного сезона. И, как признается главный тренер трубника Сергей Яськов, наша команда старается не отталкиваться от соперника, а пытается зависеть полностью от себя, поэтому трубникам без разницы, с кем придется играть. В команде царит хорошая атмосфера, а это, как известно, залог удачного выступления. А как будет на самом деле, узнаем совсем скоро. Максим Исаенко, Константин Миронов. Новости 11 канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова